Сегодня на Вологодской земле, на базе племпзавода Вологодский, мы открываем ДНК-лабораторию. Это первая лаборатория на территории нашей области, вторая лаборатория на территории северо-запада, и, как я понимаю, по-моему, третья или четвертая в целом в России. В прошлом году наши предприятия произвели молока в более 560 тысяч тонн. Это рекорд за последние 26 лет. И в этом году по динамике производства, по развивающей ситуации, несмотря ни на что, мы планируем произвести около 600 тысяч тонн превосходного, высококачественного молока. Продуктивность наших коров занимает одно из ведущих мест в России. Мы регулярно, традиционно и постоянно входим в топ-10 производителей молока в части продуктивности. В прошлом году средний удой наших коровушек составил порядка 7800 килограмм молока на одну корову. Это очень высокий показатель. И нам точно есть куда стремиться. В основе вот этих серьезных успехов, наверное, три фактора. Три главных фактора. Это условия содержания, это условия кормления, и это выверенная селекционно-племенная работа. Это работа с генетикой, это улучшение породы, это улучшение свойств крупнорогатого скота. И вот сегодня наши коллеги затратили определенные финансовые ресурсы, открывают такую лабораторию, которая позволит выявлять еще более перспективных животных, увеличивать впоследствии продуктивность наших коровушек и, соответственно, избегать возможных нежелательных мутаций, нежелательных проявлений уже среди взрослого скота.